Тур-тур-тур А с Алисой я познакомился. Я ездил в Питер долго, тусовался основательно, плотно, и был на всех фестивалях. И, соответственно, на втором, по-моему, фестивале был такой день концертный. Играла первая группа, играла Алиса, вторая группа это зоопарк, третья аквариум. И, посмотрев вот выступление коллектива на зоне Алиса, я для себя отметил, вот в этой команде я бы хотел играть. А в игрок-клубе было, скажем так, штук сорок, да? Не менее, не менее сорока штук. А сколько людей вышло? Вот из пяти? Мало. А Алиса была той группой, которую мы как бы и любили, и при этом не видели, и не знали. Поэтому я помню, я все три раза сходил на концертах у Дворец спорта в Екатеринбурге, тогда еще в Свердловске. И даже пробрался потом в гостиницу, и с Костей имел беседу кратковременную. Так, 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 минуточку. Вы сами испытали на тебе то состояние идиотического счастья, которое испытывают, находясь в толпе? Ну, мне это неведомо, потому что, когда я ходил на концерты любимых групп, я со стороны смотрел на все это. То есть, получалось то, что я ходил смотреть не артистов, а вот сам концерт, смотреть и на тех, и на других. То есть, я себя чувствовал со стороны. И никогда не мог, и до сих пор не могу понять психологию и чувства людей, которые объединены вот именно вот этим действием. Мне всегда хотелось находиться на сцене. Единственное безумное, вот, в речении концерта мне хотелось всегда увидеть, концерт Агаты Кристи. Что ж, желание достойное, и все-таки цена. Самолюбование или самоотдача? Да вот дело в том, что как раз вот я-то себя наиболее органично чувствую, находясь на сцене. То есть, вот это, это вот как раз мое. А вот дома, как бы, лежа на диване, как-то, это не я, мне порой кажется. Это страсть полета, страсть освобождения, но освобождение непонятно чего, и полета неизвестно куда. Да, и, кстати, это многих и губят. Потому что лететь легче всего вниз, потому что можно сложить крылья и падать. Тоже полет. А для того, чтобы лететь вверх, надо крыльями махать. Люди, мы же не птицы-люди. Иначе сцена была бы между небом и небом. И все-таки с чем же можно сравнить ощущения на сцене? Со всем тем, что приносит максимум удовольствия. Как-то секс. Попытка приближения к оргазму, который каждый раз не оканчивается им. Я каждый раз надеюсь, что в следующий раз это произойдет. Нет, оргазм не пройдет. Насколько бы он ни был хорошим, и в нем весь смысл творческого процесса. Песни все написаны и спеты. То есть каждый, кого что-то интересует в этих песнях, может послушать ее еще один раз. Разжевывать, что там происходит. Я никогда не буду. И делаю это неблагодарное. Так что уж извините. Нет ощущения, что состоит что-то новое. Ощущение, что ты раскапываешь, значит, раскопки ведешь. Там кисточки. Сначала лопатой грибешь, потом кисточкой выкапываешь то, что уже когда-то где-то существовало. С первого взгляда рок-н-ролл это прикол. Со второго тоже. А где же работа? Денег не было. Игрались квартирные концерты, когда запрещались вообще какие-то выступления. Потом игрались нормальные концерты. Мы же все время передвигаемся по земле. В общем, бесплатно-то никогда и не играли. У нас появился знакомый человек, который захотел вложить в нас деньги. То есть конкретно выпустить наши компашки, наши альбомы, снять клипы на альбом «Позорная звезда», который тогда только был готов. Итак, сибирский тур групп «Агата Кристи и Алиса» продолжается. Каждый на себе испытал и автобусные потряхивания, и поездной синдром ради того, чтобы выйти на сцену и принять свое истинное обличье. Вторая, третья песня в репертуаре. Там все сказано. Дурак и дурень. Поэтому все происходит. Без башни. Движение ради движения. Каждый из музыкантов прошел свою точку отчета и выбрал свою единственную дорогу. Чтоб испытывать реальные эмоции и не стать людьми с засушенной душой, болтающейся на бельевой веревке. Этот автобус уроковая отметина в глазах людей. Каждый попал сюда не случайно. По фейс-контролю невидимого судьи. Трасса подходит к концу. Но об этом я расскажу в следующий раз. Продолжение следует...